Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, мы продолжаем просмотр аниме One Piece, по счёту у нас идёт 258 серия, но прежде чем мы приступим к её просмотру, не забывайте, если вы ещё не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки, писать ваши комментарии, подписываться на телеграм, группу телеграма, на твич, ссылочки находятся в описании под каждой реакцией, а мы же будем смотреть дальше. Собственно, у нас появился Зор, ой, Зора, хотел сказать, Усоп, Усоп в новом обличии, и в этой серии нас, скорее всего, ждёт, скажем так, спасение Робин, вернее, попытка спасения Робин, да, вот, поэтому всем желаю приятного просмотра, погнали смотреть. А он понимает, что они поймут, что это он, даже банально по носу, ну то есть, никого другого, как бы на поезде нету, кто бы встал на их сторону. В дальнем снайперском краю Надо будет прослушать в оригинале эту песенку. Я слышал оригинал, как звучит. И звучит он явно лучше. То есть всё, привычного Усопа мы больше не увидим, будет постоянно на Соке Кинг. Ну просто вряд ли, даже если он всё-таки решил уйти из команды, и если он уйдёт из команды Мугивар, да, и как бы в ней сильных где-то появляться не будет, всё равно он периодически будет, ну то есть не может такой персонаж, на которого потрачено как бы столько времени, да, не умерев просто так как бы исчезнуть из сюжета. То есть он по-любому будет где-то пересекаться с Мугиварами, и в дальнейшем может быть какие-то своих путешествий. Я не исключаю того момента, что он может набрать где-то какую-то свою команду, да. Вот, такое тоже может быть, вполне может быть. И с Мугиварами он по-любому обязан пересекаться, и в сюжете он будет пересекаться, и до сюжета где-то как-то частично он тоже будет важен. То есть, ну на этого персонажа потратили, ну, больше двухсот серий, правильно, то есть в которых он практически всегда присутствовал. Такое практически всегда присутствовал. Да что ж такое. Вот, значит, и любопытно получается, будет ли он привычным нам Усопом, или же всё-таки Соке Кинг постоянно в этой масочке. Посмотрим. Посмотрим. Я всё-таки его буду Усопом называть. Нахуй мне какой-то Соке Кинг. Герой из ниоткуда, Соке Кинг, в то расстрельнусь, то попаду. Я такой крутой и смачный. Ула-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А, это он у себя в представлении как бы видел вот это вот? Чего он делает? Ха-ха-ха. Ну, раз ему так легче. Ха-ха-ха. Ну, мой он ещё что-то не может открыто спасать бывшую накама. Но я ровно рну кэжиминансу. Соке Кинг-ку. Сто раз чем раз топа, он у себя в голове, он видит то, что видели только что мы, да? Это вот представление. поскольку это наша первая встреча у вас наверняка множество вопросов ко мне значит вы были в шестом вагоне осталось еще пять например где находится страна всех снайперов рубинтер в одном из них она находится в ваших сердцах так усоп более важные дела решаются силен но на легко это не будет по поводу равных пиздобол в идеале избежать ненужных тычек нанести удар сразу по главному против нет ничего последовало в том чтобы избегать лишней крови тебя ума не занимает санджик он у меня есть план и слушайте внимательно усоп на у меня есть план так отреагировал обычно всегда были планы усопа но зачастую у него всегда был план да что такое а нам пока а нам показать момент один вагон распутная девка не надо не надо да все не вмещается луфи в рот пихуй квадратные я посмотрю от вас просто верит храбростью собой мышь как никак идем спасать робин зона переоделся они все переоделись мне кажется да уж задай только попробуй опять где-нибудь застрять не парься сейчас я просто обязан выиграть обязан нами ты поменяла оружие нет после нашего спуска с небесного острова кусок с помощью ракушь его доработала и усилил это завершенный клим так то понятно это усопа до усопа последняя работа ну шо ж вы поникли то ребят доработал интересно с помощью ракушь там по-любому то есть ракушь отдачу то есть смотрите насколько именно то есть как ракуши и насколько ракуши делают сильнее нами в бою понимаете что к этому не каждый из пиратов и тем более не каждый где-то там из дозорных и так далее будет готов к чему-то подобному не будут готовы к тому что физические атаки сводится на нет из-за ракуши отдачи и потом она может пиздануть вот это причем не хило да никто не готов к ракуши перед души в которой всегда с удовольствием напердит луфи ну то есть а кто к этому будет готов то газовая атака вот то есть он же ракуши понабирал все ну большую часть это какую-то ну само собой ладно не больше но дохрена из тех ракуш которые были и используя те ракуши на skype им те же самые жрецы доставили довольно таки много проблем много проблем и нами давай на и просто они не знали типа чем они пользуются как это все работает так же как сейчас нами если будет с кем-то сражаться те не будут понимать где и что и как это вот почему у нее так вот это вот получается сводить физические атаки на нет и так далее так далее так далее круто крутое усиление с нами сразу же после этого выглядит куда мощнее готовы также шпиона может быть планете потом записи ракуша записи у нас вестящий там невозможно забраться когда увидит да если на него кто-нибудь проник что только до отправки до сопровождение пили я понимаю мы виноваты да и сойти с него до прибытия невозможно в торженции преступники все еще на море поезде успокойтесь продолжайте поиски есть они я всех назвал туда помните когда я вспоминала себя на типа сколько их я всех назвал мне казалось что я кого-то упустил капитан тибон в таком маленьком вагоне никто не спрячется лохотроны конченые блин берут портят поезд поезд тома на хрена вы портите как можно спрятаться под поролона такой вот слой как нельзя конечно исключать где-то какого-то момента касательно там способности какого-то фрукта они же не знают против кого они имеют дело да за исключением конечно франки и усопа тех как бы они видели это они не знают типа на целиком и полностью на на что один способны но все же искать пиздец тибон посоветовал добрый вечер они были там может как-нибудь отцепят вагон то есть смотрите как вариант заколотили тем самым выиграли все время забрались наверх спуск по-любому есть должен быть зато ну между вагонами же там есть короче эти вот спуски правильно я не говорю где-то какой-то крыши именно вот спуске между вагонами и они перебираются то есть получается заколачивают наверх следят тем чтобы эти открыли двери побежали следующий вагон после этого снова спускаются расхерачивают разъединяют вагоны те остаются в море они плывут дальше вариант 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 тем самым не избавиться уже от большого количества дозорных открыли огонь быстрее суги помог бы хоть не стреляй они нужны живыми давай покажи на что способен ну я противник неплохо хочешь больше аниме очень неплохо звучит и на них падает да уже план полет план летит по сами знаете чё так вагон то последний в общем я думал что за ним еще что то есть что-то мне дураку так показалось или просто отвлечь на эту сторону с другой все равно вагон расхерачить ну разъединить этот вагон быстрее враг в последнем вагоне отлично скорей быть не может не нужно немедленно возвращаться в передние вагоны это ловушка ловушка что возвращайтесь это ловушка что но ведь у него дверь что с ней вагон отсоединили ничего ужас это все они голова обойдется голова шесть хампозно парни удачи вам в свободном плавании прощайте и чищнис двумя лагонами пропали потенциальных противников согласен однако санжи слой разве команда муки варуфи не поедет по этим же рельсам но они что-нибудь придумают я уже а толку на выход на выход брат вас легко пройдет брэк-данс мне уже интересно посмотреть на то как луфи встретиться с этим с отставшими тибоном опа продолжай стрелять почему пули не берут его Субтитры сделал DimaTorzok Да, у меня тело из стали и увешано оружиями. Пули оставляют на мне только лёгкие царапины. Но, в общем, абсолютно безвредны. Как такое возможно? Чего только не увидишь. Ну да. Больно! Ты чё себе позволяешь? В жопу воткнул. Голоды вы должны вообще не почувствовать, да? Придурок! Чё за эксперименты-то? А, спину? И до спины дотянуться не смог. Только передняя половина киборг. И раз уж мы об этом сговорили, вот ещё одна вещь. Описюн. Мой живот всегда холодный. Почему же? Понять не имею. Потому что внутри меня холодильник, где охлаждается кола. О, как мило! Вообще, мне как-то вот чё-то непонятно, как он функционирует. Я понимаю, что это One Piece. И что, как бы, такие вопросы задавать глупо, потому что это ж One Piece. Здесь может быть всё, что угодно. Ну, ебать. Как? Внутри него пустота. Шахматная. Розово-белые шахматы, что я одобряю, конечно же. Но как? И он сказал весь перед металлический. Писюняо тоже. Мне любопытно. Я не жду, конечно, что он труханы снимет. Но мне любопытно. Кто знает, напишите. Кто видел Писюн Фрэнка, напишите, пожалуйста. И кто трогал его на металлический или нет? Нашёл время показывать. Больше здесь врагов нет. Пора перейти к следующему вагону. А теперь четвёртый. Ну, то есть, я в плане говорил, спрашивал, как функционирует. Потому что органов никаких нет. Ничего нету. Типа, как? Должно же быть, типа, там, сердце, там, желудок, там. Ты кто? То, что бешеный, я вижу. Откройте ему, хай на выход идёт. Человеки. Так я обычно всех называю. Волосы в моём носу такие. Пересекаются, словно ситочка. Попрошу запомнить. Так. Сначала нужно взять в рот муку и хорошенько переживать. Это пытка для Санджи. Ну, Санджи просто человек, которому, наверное, самое сложное за этим смотреть. И, вернее, на это смотреть. Санджи, это Кок. Бери пример. Так, Усоп, он твой. Поганец, кончай дурака валять. Не поддавайся на провокации. Это ему на руку. Здорово, я изображаю идиотов, да? Говорю же, не обращай внимания. Какой энергичный паренек. Чтоб пули просвистели в миллиметре от него. Но его лицо, каким было, таким и осталось. Что за выдержка? Ох, у меня сейчас черпятки ушло. Так ты испугался? Хотя бы изменился в лице. Сейчас он меня получит. Стойте, стойте. Если вы позволите ему делать из вас дураков, вы угробите кучу времени. Я с ним быстро разберусь. Больше всего раздражает, что ты называешь себя поваром. Когда я говорил, это должно было Санджи задеть. Я с тобой говорю. Никто у нас не поддается на провокации. Но все же, он с легкостью уклонился от удара Санджи. И что у него за вечная улыбка? Вот это я испугался. Опять прекрати этот цирк. Это случаем не про дедушка Луфи. Какой-нибудь там или про бабушка. Ты вообще? А тут и испугался. Предоставьте его мне. А сами идите в следующий вагон. Продолжение только на анимедии. ТВ. Хорошо. Довольно веселая и позитивная серия. да, и как началась плюс-минус на позитиве, так и закончилась на позитиве. Хорошая серия, понравилась мне, насмеялся вдоволь, как бы, да. Такое, да, уже последняя серия плюс-минус появляется, побольше и побольше где-то каких-то именно веселых таких вот моментов, да, которые начинают скрашивать ту обстановку, которая была на протяжении практически всей арки Water 7, то есть больше ее части, да, именно вот эта вот, вся вот эта вот драма, вся вот эта вот грусть, вот эта вот все, да, то есть потихонечку начинает скрашиваться и переходить в более какую-то такую вот позитивную ноту. То есть серия отличная, сказать особо мне по ней нечего касательно того, что произошло. Единственное, чего я ожидаю, это того, как этот вот Тибон вместе со своими там этими товарищами, которые остались в двух оторванных вагонах, да, отсоединенных, когда они встретятся с Ракетменом. Вот это вот я жду, вот это вот я жду, потому что это будет, наверное, прям очень интересно, как они попытаются через них где-то как-то именно проехать, потому что эти с рельсов не слезут никак. Они будут так и стоять и дрейфовать там, получается, в море на этих вот рельсах. А Луфи едет по этим рельсам, им нужно будет как-то через них пробраться, тем более, что на большой скорости, и решать нужно будет быстро. Поэтому это будет любопытно. Это будет любопытно. Ну а так, как я уже и сказал, больше мне сказать особо нечего. То есть серия, ну, веселая, да, но значимого чего-то прям очень сильно не произошло. Вот, о чем можно было бы поговорить. Поэтому не буду зря тратить ваше время. Просто-напросто буду прощаться. Надеюсь, ребята, что вам понравилась эта реакция. И всем доброго дня, доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...